Спасибо. Вот хорошо, не торопитесь. Да, 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 да. И вот с этого момента, вот сейчас, вот сейчас, очень хорошо пошел, не торопясь, чтобы зритель вот, 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 бородок чуть-чуть припозьмем, вот, вот. Ну, музыка должна играть здесь еще. Здесь будет играть. Ага, хорошо, музыку слушаете хорошо. Увидели, да, увидели здесь портрет отца, матери и самого Петруши. Здесь я уже немножко приступаю. Да, да, уже, да, уже, да. Да, да, да. И вот так присели и призадумились. Да, присели и призадумились. А так, скромно, чужой дом, дом чужой. Ну, хоть и женихарник в тюрьме. Ага. 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 У сильных людей, как дочь человека, пострадавшего за свою верность. Спасибо. Только с ним контакты зрительные не теряйте, вы ждёте что-то сейчас. А вот он будет туда прошли, сюда прошли, подалится ещё сюда, нервно сюда прошли, обратно прошли. Два раза туда-сюда. Вот, хорошо. Ладно. Поезжай, матушка. Мы твоему счастью помехи делать не хотим. Вот, вот, вот сейчас это самое, помехи делать не хотим. Давайте икону после этих слов. Икону после этих слов. То есть мы подтверждаем, помехи делать не хотим, благословляем икону. И передайте ей в руки икону. Вот, взяли икону, поцеловали её. Словак, как надо икону. Дай Бог тебе в женихи, доброго человека. Дай тебе в Бог, в женихи доброго человека. Дай тебе в Бог, в женихи доброго человека. О неожиданного измельника. Да, да, да. Вы, 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 потому что на вас зритель-то смотрит, вы реагируете на его слова. Он же говорит о вашем женихе. То есть отец даже говорит о нём, что, вот, и он убегает. Давайте ещё раз рассчитывать эту сцену. Вот, ну, примерно, не зацепляет, понятно? Уголом, не торопитесь. Не торопитесь. Тут у нас, вот, прямо скажу, есть такой, вот, и вчерашний показатель, там, конечно, трепетируемся. Если чётко, то, как правило, темпы иногда теряют. Но вообще умение, вот, темпа, ритмы держать в фектакле, это, знаете, это уже высшее мастерство. Вот, поэтому давайте всё-таки сначала мы хотя бы медленно так, потому что, а там уж поймаете темпы ритмы. Потому что если медленно, тогда, по крайней мере, хоть чётко будет какое-то действие. И вы только реагируете на его слова. Смотрите, здесь уже, как бы, четвёртая стена. Вот, в данном случае мы играем с четвёртой стеной у Пастаниславского. Тут не надо на зрителя, как бы. Вот вы, когда прошлись, это всё, это всё хорошо. Надеюсь, вот, он появился, и вы с ним должны контакт лежать. Ну, давайте, вот, ещё раз выйдите тогда. Ну, икона твоя паспортика есть. А вы, значит, вот эти слова сейчас помехите. Что это самое? Мы, твоему счастью, помехой быть не хотим. И пошли, взяли иконку, утверждение. Отверждение. 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 — Я как-то стиль, Татьяна, когда идёте так хорошо, а это самое, да, вот это, хорошо, а это будет плечо, а немножко ш-ш-ш, вот, вот, понимаете, потому что, получается, вы плечи-то не забываете, а голова идёт вперед и получается не очень, не должно быть сегодня. Вот да, вот так. Вот теперь тоже самое, Анастасия, только естественно, да, как говорится? Вот, то же самое, только естественно. Тогда это всё будет очень хорошо. Вот-вот шею хорошо, да? Вот-вот шею хорошо, да? Да, вот-вот шею хорошо. Надо что-то в руки вам только... Да, здесь нужно вот с вещами это поиментировать. Какие вещи мне положено? Так тоже вот так, на краешем, типа, что вы все-таки здесь, хоть и у хороших людей, так сказать, но, в принципе, что дом чужой, вы сирота. И вот вы, значит, сидите, да, раздумья на лице вот как-то, раздумья там. Может быть, как-то ладонями там... Вот-вот-вот, вы хотя бы, да, вот так вот что-то, да, вы раздумываете. Решились. Вот. Увидели его. Сейчас опять начнем. Ну, вы готовы. Вы взгляд на него, вот это у вас один взгляд уже, вот посмотрели, недовольны ею. Ой, недовольны. Сняли газету. Черт. Господи, Марья Ивановна, ну зачем тебе в Петербург? Готовы принять любовь. Вся судьба моя... И с расселем. Как она начала говорить, Александр Анатольевич, с расселем? Вся судьба моя зависит от этого путешествия. Да не то все, говорит. Хлопнет себя по колену. Александр Анатольевич, по колену себя хлопнет. Не то все, не то все. Я еду искать помощь и покровительство у сильных людей. Вот немножко запоздали, запоздали. Сильные, то есть это противные, гадкие, преступные люди. Мы так будем считать, да? Как дочь человека, пострадавшего за свою верность. Можно руки немножко надолго. И опять снизу. Мы твои счастья помехи делать не хотим. Дай Бог тебе в женихи доброго человека. Нет, вы ее лучше перекрестите. Александр Анатольевич, вы ее как бы перекрестите иконой лучше. Дай Бог тебе в женихи. 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 Меня прекрасно выглядит. Да, я соглашусь. Здесь надо, да. Здесь надо. Тут надо. Ужасно. Ужасно. Все, как вы знаете в русскую интеллигенцию. Все ужасно, понимаете? Да. Хорошо. Ну, вот так вот, да? Сцену или ориентируйтесь. Хорошо. Вы убежали. Ваши, значит, вот это. Собираем. Ну, после этого я еще продолжу. Нет, икону-то вы не кладете, икону вы на себя потом, там веревочки будут, там уже на себя наденете. Там уже заранее веревочки сделаны. Продолжаю собраться еще. Да, как бы собираетесь, да, вот когда вы так вот в джинсах в этих вот, в кодочке вот, значит, собираетесь, взяли сумку через плечо, надели икону, надели икону на грудь, взяли сумку через плечо, там какой текст идет дальше? Меня снарядили. Меня снарядили. И дальше? И через несколько дней я отправилась в дорогу с верной Палашей и с верным Савельевичем. Ага, вот, 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 вот так, меня снарядили, и только вот сделайте шаг, два, потом раз, так, нет, типа, только без слова, нет, нет, не так я еду, не так я еду. И начинаете, у нас будет висеть платье, там будет висеть, вот оно будет прямо висеть на этой сапе, прямо висеть, как-нибудь. Вот, и вы, значит, вот тогда опять снимаете сумку, снимаете икону, зрители думают, что там, снимаете брюки, снимаете кофточку, эти самые шлепанцы, подходите к платью, одеваете платье, одеваете икону, берете сумку, и через несколько дней, что вот это, понимаете, у нас тут движение. Меня снарядили, потом большая, обычно. Да, меня снарядили, ну, дорогу, добавьте там, меня снарядили в дорогу, меня снарядили в дорогу, сделали два шага, и как бы нет, неправильно. Да, вот он убежал, вот вы последние вещи там положили, икону надели на грудь. Меня снарядили в дорогу. Ну, здесь можно, знаете что, вы можете такую длинную майку надеть, чтобы была, нам лифчик тоже, как говорится, знаете, не шик, вот вчера выступали, там, антигон, понимаете, в Древней Греции, там, лифчик, там, ну, в принципе, можно было снять, у него рубашка такая была. Ну, там, грудь, конечно, все такое, но там и не видно, понимаете, но виден лифчик, знаете, антигона древнегреческая, там, дольче царя. Ну, коротенькие, да, 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 вот что-то такое, чтобы, знаете, минимизировать, вот, все-таки, современное белье, вот тоже, конечно, вот, ну, в общем, вот вы одеваете это самое, длинную, вот эту нашу, такую, в пол, и вот опять возвращаетесь, одеваете икону, берете сумку, и уже после этого, через несколько дней, да, через несколько дней, и через несколько дней я отправилась в дорогу с верной Балашей и с верным Савельевичем, который, насильственно разлученный с барином, утешался, по крайней мере, мыслью, что служат нареченные его невесте. Я благополучно прибыла в Софию и, узнав на почтовом дворе, что двор в то время находился в царском селе, я, решилась тут остановиться. Мне отвели уголок за перегородкой. Жена-моговителя в том числе со мной разговорилась и объявила, что она племянница придворного истопника и посвятила меня во все таинства придворной жизни. Она рассказала, в котором часу государь необыкновенно просыпалась. А вот здесь можно уже дать радость. То есть, оказалось, что такой тяжелый путь совершили, так мы, конечно, ведь его вообще могли. Мы не будем сейчас касаться нас. Здесь она сидит, здесь надо... Она посвятила меня... То есть, радость, дайте радость движению тоже, движению. Вы любите танцевать? Да. Знаете, вот двигайтесь, двигайтесь, так сказать. Посвятила меня во все таинства и двигайтесь. Здесь уже можно... Здесь у вас была такая определенная скованность в развитии образа. Здесь у вас скованность была. А здесь вы... Знаете, в преддверии, как говорится, казни, уж неизвестно, что будет. Вот вы двигаетесь. Ну, еще, значит, давайте с того момента, как-то... Чуть-чуть заранее, когда вы, значит... Вот я, значит, познакомилась там с... Я благополучно прибыла в Софию. И узнав на почтовом дворе, что двор в то время находился в царском селе, решилась тут остановиться. Мне отвели уголовник перегородкой. Жила смотрителя, тут же со мной разговаривалась. И объявила, что она племянница придворного истовника. И посвятила меня во все таинства придворной жизни. Она рассказала, в котором часу государыня обыкновенно просыпалась. Только не торопитесь, просыпалась, проканцуетесь. Просыпалась, кушала кофе, пробуливалась. Какие вельможи служили при ней, что изволила говорить о себе за столом, кого принимала вечером. Я слушала ее с обниманием, а потом мы пошли в сад. Анна Власевна рассказала историю каждой аллеи и каждого мостика. И нагулявшись, мы возвращались домой. И нагулявшись, 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 нагулявшись. Вы же там, смотрите, вот этого. Но с Анной Власевной я... Нет, с Анной Власевной, она там, конечно, такая более женщина постаршего. Но тоже не старая, скажем, ей там до 40 лет. Только она, конечно, входит. А вы все равно там, вы были в этом парке? Нет, я еще не съездила туда, но здесь и есть. Ну, вы съездите туда. В общем, там, знаете, там делать хочешь, там... Ну, я вот там гуляю, там, да, отстань, потом прибежали, там, хорошо. Ну, то есть вы двигаетесь. Здесь должна быть разница. И с Анной Власевной тоже двигаетесь. Двигаетесь, да, двигаетесь, да. И нагулявшись, дайте, чтобы у вас немножко там вот тоже садилось. Дыхание сбилось, да? Ну, что, что, вы уже... А потом мы пошли в сад. Анна Власевна рассказала историю каждой аллеи и каждого мостика. Ну, и побегайте, побегайте, да. И нагулявшись, мы возвратились домой довольны и довольны. Да, да, да. Ну, вот... Еще сильнее. Ну, нет, не то, что сильнее, но как бы через раунд. И нагулявшись, что-то так, что-то увидели, это хорошо. Что-то, чтобы зритель за вами смотрел с радостью. Вот, я сидел, наш любимый, опять раз, чтобы с радостью смотрел, это самое, что вы... Ну, цветок, 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 там, да, какой-то белочка пробежала, заячек проскакал. Подольше эту стену растет. Да, да, не торопитесь, там, и нагулявшись, нагулявшись, там, хоть весь раз, скажите, ну, чтобы это было оправданно. Рассказала историю каждой аллеи и каждого мостика. И нагулявшись. А вот, вот, нагулявшись. Да, 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 да. Нагулявшись. Да, вот вам весело, хорошо, смешно. И нагулявшись, мы возвратились домой, довольны друг другом. Ну, желательно здесь пить дыхание себе, чтобы у вас компетент не наставили ваше дыхание. Нагулявшись, мы возвратились домой, довольны друг другом. Высоко грудь поднимается, плеча, да, 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 хорошо, да. Вот сейчас вы все сели, вот на тот уже стул, вытянули ноги. На другой день, рано утром, я проснулась, оделась. И тихонько пошла в сад. Утро было прекрасное. Солнце освещало вершины лип, пожелтевших уже под свежим дыханием осени. Птицы пролетели, птичьи пролетели, вот, вот, вот. Широкое озеро сияло неподвижно. Проснувшиеся лебеди. Любуйтесь, любуйтесь, любуйтесь. Важно, выплывали из-под кустов. Я шла около прекрасного луга, где только что был поставлен памятник в честь недавних побед графа... Петра Александровича Румянцева. Друг, белая собачка английской породы, залаяла и побежала ко мне навстречу. Я думаю, может это не говорить, просто не испугаться и не бойтесь, она не укусит. Нет, нет, почему, это, вы все-таки, вы как-то так по идее-то у нас пишите дневник там, читаете свои там воспоминания. Вот, единственное, что вы отпрыгнуть-то можете? Отпрыгнуть. Вдруг! Отпрыгнуть как-то так, знаете, отпрыгнуть. Угу. Нет, ну здесь-то пространство... На зрителей как-бы не надо уже как-бы привыкать, что... В данном случае мы не работаем за зрителями. Вы вот сами существуете, просто здесь четвертая стена. Где только что был поставлен памятник в честь недавних побед графа Петра Александровича Румянцева. Ах! Вдруг белая собачка английская бабочка? Она внизу, она внизу. Она внизу, она внизу. Вот вы наслаждались там, здесь птицы летают, памятник стоит. Нет, я вообще не поняла, что произошло. Так вы, ну вот, знаете, там, вдруг раз вот по ноге там, ну естественно, так сказать, как-то мы среагировали внезапно. То есть я вот смотрю вот так, вот тут как раз... Собачка-то вот здесь вот. Она ко мне навстречу, я не побежала. То есть мне передается сидеть там... Собачка-то вот так. Ну вот так вот. Графа Петра Александровича Румянцева. Вдруг белая собачка английской породы залаяла и побежала ко мне навстречу. Я испугалась и остановилась. Ну, все. Ну, хорошо, в общем, вот так вот. Я посмотрю, как в зеркале это красиво сделано. Вот так вот, вот так вот, хорошо. Ну, да, Андрей, огромное спасибо, что вы нас снимали. Да, надо со стороны. В конце концерта летчики устроили для артистов товарищеский ужин землянки летного состава. Она, я вам скажу, она, и вы входите. Ну, сядьте вот на стул туда, у красного этого самого, сюда вот сюда входите. Садитесь. Ну, здесь что значит, Таня, так сказать? Вы актриса. Вы же актриса, понимаете? Вы, кстати, смотрели себе одно видео? Да, посмотрели. Да, посмотрели. Потому что это самое... Вообще-то неплохо получилось. Неплохо получилось. Да, посмотрели. Посмотрели. Да, посмотрели. Да, посмотрели. Да, посмотрели. Так, вот такой вот. Вот тут сами. Почему-то в собрании появляется застовка. Ну, что, старые. Старые штук. Значит, вы сели, а на и вы так не будете? Ну, я просила. Нет, ну, я к тому, что так... Вы не обязательно курить. Ну, там выньте, щелкните. Своображаемые сигареты. Не надо ее зажигать. Тем более, что там не нужно скупать. Там, наверное, пожарная безопасность. Ну, да, да. Нет, ну, просто щелкните один раз. Смитировать свою руку. А, да. Смитировать. Смитировать. А я читаю. Ее звали Галина Петрова. Усталая, после концерта, одетая в черное платье с накинутым на плечи полушубка, начала петь низким, негромким голосом одну за другой русские и украинские песни. О, слышите? Здесь еще. Оксана, вот, кстати, такая просьба. А вы, может, подберете какие-то русские и украинские песни? Можете? Да. Мы тогда включим через репродуктор. Много нужно по времени? Ну, по времени надо... Минуты, опять-таки. Минуты включать. Отрывские или цыганские? Нет, можно отрывки. Русские и украинские. Народные, да? Да, и цыганские, кстати. Цыганские. Романские. Вот. А потом все, что попросили. Она не ломалась, не ждала. Поэтому в этот момент у вас текста нет. Это я о вас, так сказать. О вас, говорю. Поэтому вы как будто все сидите, думайте о своей жизни. О своей жизни. Здесь надо вот наполнить содержание в своё лицо, так сказать, уверенно. Значит, вот. Она не ломалась, не ждала, чтобы её уговаривали, а пела и пела. И вот музыка будет идти. Глаза у неё были чёрные, печальные. Пела она, подперев щёку рукой. Словно пригоюнивс. И, казалось, думала всё время о чём-то чужом и далёком. Так. А вот, значит, вы думаете о чём-то чужом и далёком. Боже мой, да? Да. Тут всё это продумать. Здесь и наступило самое опасное. Полынину вдруг стало жаль. Захотелось спросить, почему она так отзывчива к их просьбам и в то же время так не висела. Вот это тоже. И что с ней такое, как она жила до того дня, когда он, Полынин, увидел её у себя в полку. А это я спою для вас, товарищ полковник. Вот как-то я скажу, давайте я скажу сейчас. Увидела её у себя в полку. А это я спою для вас, товарищ полковник. Сказала она, когда ужин кончился, и все уже собрались вставать. И, глядя прямо в глаза Полынину, своими чёрными печальными глазами, спела песню о рябине, которая никак не перебраться к дубу. И мы вот когда уже этот текст разработали, может быть, этот текст и вы даже скажете. То есть авторский текст. Сначала вы сказали как бы за эту Карину Петровну, а затем вы говорите авторский текст. Сказала она? Вот так, чтобы вам перейти. Ну попробуйте. А это я спою для вас, товарищ полковник. Сказала она. Нет, вот здесь. Попробуйте? Да. Сказала она. Я тоже сказала она. Да, да. Попробуйте. Как бы вот здесь. Парус. Да. Вы говорите и от лица героини, и переходите к авторскому тексту. Давайте попробуем. А это я спою для вас, товарищ полковник. Сказала она, когда ужин кончился, и все уже собрались вставать. И глядя прямо в глаза Полынину, своими черными печальными глазами, спела песню о Рябине, которой никак не перебраться в дух. Ее лицо было так близко от лица Полынина, что казалось, что она говорит с ним, и ему тоже надо что-то сказать в ответ ей. Неужели и правда нельзя к небе и не перебраться в дух? Неужели и правда так ей век одной качаться? Когда она кончила, Петя встала, он тоже встал и через стол поцеловал ей руку, чего за ним не водилось. Так, ну вот здесь у нас будет отсюда руку. Так, и вы, значит, это самое, встанете там, ну, отойдете, скажем, встанете вот сюда вот. Потом артистов провожали до машины, они в несколько голосов шумно приглашали летчиков приезжать в Мурманс на спектакль, в который они будут играть через неделю в городском театре. А вот здесь опять Ваш текст. Анарина Петровна все молчала и только уже садясь в машину, протянула Полынину руку и вздохнула, словно хотела что-то сказать, но не решилась. И вы, по идее, здесь уходите. На следующий день был тот самый бой, а еще через день поздно вечера, когда в госпиталь уже никого не пускали, в палату к Полынину вошла медсестра, и за ней Галина Петровна... Вот Галина, вот и за ней, вот это уже Ваш... Вы как бы понимаете, мы с Вами играем, я за Полыниной играю и авторский текст, а вы за Галину Петровну, он тоже авторский текст, который запряжен с Вашей героиней, да? Вот я когда... В палату к Полынину вошла медсестра, и за ней... И за ней... И за ней Галина Петровна в белом халате. Я не могла к Вам раньше, сказала она так, словно обязана была прийти к нему раньше. Мы уезжали с концертами к морякам в Ваенку, и я все знала там только сегодня днем. Приехала к Вам прямо оттуда, видите? Даже как следует не загренировалась. Вот, видите? Она потрогала себе висок и показала ему пальцы, на которых остались пятнышки грима. Наговорили там про Вас всякие ужасы, а здесь сказали, что ничего опасного. Это правда не опасно? Как Вы себя чувствуете? Спрашивала она, садясь на табуретку рядом с его кроватью. Полынин, смущенный тем чувством, которые он испытывал от ее прихода, сказал, что не опасно, и вообще ничего особенного, и неуклюже спросил, как это... как это ее пустили в такой поздний час? А я сказала, что мне очень нужно к Вам, просто ответила она. И видите, поверили. А Вы поверите? А Вы верите? Верю. Но здесь я уже не буду говорить, что она ответила, что верит, но здесь... Верю. Да, по правде говоря, не хотелось отвечать ничего другого. Потом она навестила его утром, когда у него сидел Грицко хмурый, все еще молча переживавший, что они в том бою потеряли из виду своего командира полка. Вот все это время, пока я читаю, до Вашего текста, Вы сидите там, но мы еще не зацепу разберем, сидите, знаете, так сказать, размышлять своей женской... сложной судьбе. Своей сложной женской судьбе. Ну, пока нельзя объяснить. Так, значит, я читаю. Ну, хотя, стесняясь присутствия Грицко, Полаин все равно не мог отвести глаз от Галины Петровны все время, пока она сидела рядом. Она была очень красивая, в белом халате, с гладкими блестящими черными волосами, но это не сразу, что. Это у нас... Можно переписать. У нас постмодерновый театр. Это написал Симонов, а у нас свой прочтитель. Мы еще не зацепу усилили. Сейчас... Просто я сейчас прочитаю, чтобы... Ну, Вы прочитаете все поясе, да? Да, мы прочитаем. Так, чтобы иметь представление. Она была очень красивая, в белом халате, с гладкими блестящими черными волосами. Полынец заметил у них несколько седых волосков. Ему понравилось, что она не прячет эти седые волоски, и что волосы у нее причесаны гладко и просто, с маленьким пучком сзади. У меня раньше, знаете, какие косы были? Сказала она, заметив, что он смотрит на ее волосы. Да колен. Притронулась она к своим коленям. А потом пришлось срезать, потому что, когда надеваешь парик, то нельзя, чтобы над ними были сложные... Шупань. А потом пришлось срезать, потому что, когда надеваешь парик, то нельзя, чтобы под ним были длинные свои волосы. Видите, как приходится мучиться нашему брату, чтобы представлять нас целью. Сказав нашему брату, она улыбнулась. Улыбка у нее вышла добрая, но печальная. Глядя на ее узкие плечи, Полынец снова испытал чувство жалости к ней. Когда она ушла, пересидевшая... И вот вы ее уходите. Вы будете уходить, вы уходите. Ну, сейчас пока не надо. Когда она ушла, пересидевшая ее Грицко, как только закрылась дверь, сказал, а цыганочка-то влюбилась в тебя, Николай, имеешь надежды. Дураков нет, ответил Полынец. Хотя ему было приятно услышать то, что сказал Грицко. что она приходила в госпиталь каждый день. Вы опять уходите. Ну, вот так мы с вами будем. Сейчас мы тоже и потом еще пройдем. Потом, кстати, друзья мои, у вас сегодня выставка, да? Нет, она у меня 31-го. Тогда, друзья мои, сейчас идет фестиваль молодежных спектаклей. Я приглашаю, чтобы меня на всем посмотрят. Георгий Павлович, вы с нами приедете? Вы что, даже и говорили, не делались. В Москву. Если Полынь был один, потом бы сидела рядом, взяв его руку, свои и молча смотрела на него. Садись сюда. Потом вдруг, засуетившись, начинала вынимать из паревой сумки книги, журналы и читать из них стихи. Вот я думаю, здесь, в принципе, можем, когда берется авторский текст, всегда как бы он расширяется, обогащается на сцене. Когда вы какие-то стихи любите? Любите, может, вы прочитаете? Понимаете, там всегда, помните, когда он и читатель, и стихи. Ну, небольшие, да. Небольшие, да. Ну, чтобы вы понимаете, что я прочитаю здесь, ну, когда Асима написала, читать из них стихи только на этом. А здесь можно начнуть читать, остановить, да? Что это любит? Ну, сами подумайте, что это любит. И вот вы прерветесь там, ну, скажем, строчек там 15-20 прочитаете, но это желательно выучить. Вот. И скажите, вот это ваш текст говорит, вам непременно нужно знать эти стихи. Вам непременно нужно знать эти стихи, говорила она, хотя Полынин не любил стихов и не знал, зачем ему нужно их знать. Вы чувствуете стихи, говорила она. Вы только мало читали их до сих пор, но вы их чувствуете, это уже от Бога. Нравятся вам эти стихи? Он не знал, нравятся ему эти стихи или не нравятся, но ему нравилось, как она их читает, нравилась она сама, и поэтому он, не вдаваясь в подробности, отвечал. Да, нравится. Два раза, когда она сидела у него, за ним приходили из других палат и просили ее пойти туда, почитать стихи раненым. И она уходила и читала там стихи, а потом снова возвращалась к Полынину. Последние два дня до ее выписки из госпиталя она не приходила. Ага, да. Давайте вы тогда и просили ее пойти туда, почитать стихи раненым. Вот отсюда уходите. Вас как бы позвали в другую палату почитать стихи раненым. И уходите. Правильно. Правильно. Вы ушли. И она уходила и читала там стихи, а потом снова возвращалась к Полынину. Последние два дня до ее выписки из госпиталя она не приходила. А когда лежит в госпитале и считает день завтра, даже больше. Она не приходила, а он ждал и скучал из-за этого. Так, что даже зло брала на самого себя. На второй день вечером он не удержался и спросил у сестры. «Где сейчас артист?» Сестра сказала, что артисты уехали на несколько дней на корабле полярном. Потом ушла в дежурку и вернулась, неся в руках письмо. Галина Петровна просила передать вам, только если вы сами спросите, почему ее нет. А может вы тоже здесь сыграете? Нет, Анастасия, может вы как сестра? Войдите только письмо передадите. Да? Может, да? Скажет, у вас артист Галина Петровна просила передать вам. Только если вы сами спросите. Я скажу, когда я спросил у сестры, где сейчас артист? Ну вы войдете там, будете там что-то делать? И я спрашиваю, сестра, где сейчас артист? Ну тут немножко тесно. И вот вы ответите, они уехали несколько дней на корабле в Полярное. Ее вынет, ну, мы не будем, ушла в дежурку, потом вернулась, просто вынете из кармана. Галина Петровна просила передать вам, только если вы спросите, почему ее нет. Ее вынет. Хорошо. Сестра зачувственная посмотрела на Полынина, когда вы уже ушли. Она была полная, красивая, не такая уж не молодая женщина. И Полынин нравился ей самой. Но еще больше нравился ей этот происходивший на ее глазах роман, о котором она после дежурства каждый вечер подолгу разговаривала с другими женщинами. Полынин разорвал конверт. Письмо было написано карандашом. И вот вы ходите. Ну как бы, вас нет, да? Вы как бы, вот, встаньте вот так. Как образ. Возвышение. 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 Может быть, мы вместе. Да, но мы это в другом, да. Мы даже в биотеке все поэпетируем, да. Сейчас как бы, чтобы из текста можно было написано. Значит, письмо было написано карандашом. Значит, вы все-таки спросили про меня. Когда после того вечера у вас в полкурне вдруг сказали, что вы в госпитале, я неожиданно для самой себя так испугалась, что все бросила и примчалась к вам. И хотя вы очень удивились, я все равно стала к вам ходить. Когда я вернусь в Нурманск, вы уже выпишетесь из госпитала. И я не буду знать, что делать с собой. Наверное, я полюбила вас. Струсила сказать. Написать все-таки легче. Если это не так важно для вас, просто-напросто не отвечайте. Фотографию или очень берегите, или сразу порвите. И уходите. Прочитав про фотографию, Полынин заглянул в конверт и вынул оттуда любительскую карточку с обтрепленными краями. Галине Петровне было на этой карточке лет семнадцать. Ну, может, мы сделаем там большую, чтобы так зрительство было. Она была снята в какой-то роли. На шее у нее был накинут платок, в конце которого она сжимала в кулаке. Полынь подумал, что сейчас она красивее, чем на этой фотографии. Почему она именно эту фотографию уложила в свое письмо? Полынь недолго села на койке глядь на странную. Полудетскую фотографию Галины Петровны, думая, что же ему делать теперь, после того, как Галина Петровна написала, что любит его. Простотушная вера правдивого человека в правдивость других людей не позволяла ему сомневаться. Он сам никогда бы зазря не написал, не сказал такую вещь. Да и если б не так, зачем это письмо? Зачем тогда в полку смотрела в глаза и пела для него, а потом прибежала в госпиталь? Он не сомневался, что это правда. Он просто не знал, что делать. Он думал об этом тогда, держа в руках ее письмо, думал об этом и сейчас, когда решил, не заезжая в театр, двигать прямо на аэродром. Речь шла не о чем-нибудь другом, а именно о любви. То есть по его понятиям о том, чтобы он женился на Галине Петровне. А для чего еще такое письмо, если не для этого? Фарбалантов, шесть до войны в пластяках, он с тех пор, как началась война, вообще не думал жениться раньше, чем она кончится. И уж, конечно, ему никогда не приходило в голову, что он может жениться на Артистке. Да еще сейчас, во время войны. Однако она написала ему свое письмо. Именно сейчас. А не после войны. И ему сейчас надо было решать, как быть. Он был холост и мог завтра же сказать ей, выходите за меня замуж. Правда, мать старушка, наверное, и слышать не хочет. Он женился на Артистке, но на четвертом десятке с такими вещами мало считаются. Подумав о своих годах, он вспомнил о годах Галины Петровны. На вид ей было лет двадцать семь. Но она еще в первый вечер в полку сказала, что они ровесники, и ей тоже тридцать два. Никто ее не спрашивал, сказала сама. Это понравилось тогда Полынину. Но сейчас он вспомнил, что во время их встреч она говорила о чем угодно, кроме своей личной жизни. Не ждала же она до тридцати двух лет того дня, когда напишет Полынину эту свою записку. Что у нее там было ревниво, думал Полынин. Наверное, что-нибудь такое, о чем и говорить неохота. А может, она и сейчас замужем. И может, ее муж какой-нибудь из этих артистов, которые едят вместе с ней, которые все держатся между собой так по-товарищески, что у них не разберешь, кто кому и кем приходится. Правда, правда, вроде не похоже на это. Но тогда, может, муж у нее не здесь, а где-нибудь в Москве или в эвакуации. Ему захотелось сейчас же увидеть Галины Петровны напрямик, спросить ее обо всем этом, но заворачивать машину обратно к театру теперь с полпути. Было бы куром на смех, неудобный перед Грицкой и перед водителем. Дорога свернула от залива в горы. И из-под снега, как большие черные бродавки, торчали валуны. Небо было грязное, белое. Снег то и дело волнами переметал дорогу. — К погодке примеривайтесь, товарищ полковник? — спросил Грицко. Летная была вчера. И сказала до побачения. А когда побачимся, синоптики даже не обещают. Говорят, из Норвегии циклон идет. Синоптики, может, и врут. Вот дорогу, похоже, переметет. Сказал половин, подумав, что надо будет поскорее найти причину поехать в Мурманск и увидеть Галину Петровну. И вот здесь у нас продолжение идет. Вторая часть у вас есть, да? Затрещал телефон. Грицко дотянулся длинной рукой до трубки и, выслушав то, что ему говорили, приказал. — Пропустите. — Кого это? — Там улыбайские тропы. — Кого это? — Дежурный с КПП звонит. Пехота в гости приехала. Грицко усмехнулся, но значение усмешки Полынин еще не понял. — Сколько раз она к тебе в госпиталь приходила? — Не считал. — Огрызнулся Полынин, хотя на самом деле считал. — Семь раз. — Давай закурим, раз такое дело. — Сказал Грицко и открыл пачку Казбека. — Было слышно, как у землянка затормозила машина. — Пойду погляжу, кто подрулил. — Грицко вышел, низко нагнувшись в дверях. — С минутой за дверью слышался разговор. Потом она снова открылась, и в землянку вошла Галина Петровна. — Валенка, полушубки, из чемоданчика в руке. — Вот гостю привел, — сказал Грицко, входя вслед за ней. Полынин поднялся, стоявший посреди землянки Галины Петровны, и ни о чем не спрашивая, взял из ее холодных двух чемодан. — Какое счастье, парад, верно, какое счастье, — говорила Галина Петровна, пока Полынин снимал с нее полушубок. — Я с утра и не думала к вам приезжать, а потом после концерта решила, что надо вас увидеть. — Вы не сердитесь? — Сердиться. — Сейчас даст мне выговор за то, что он аэродром пропустил, — сказал Грицко, отрягая от снега в ушанку Галины Петровны, и поглядя на Полынину, у которого было такое довольное выражение лица, что смешно было смотреть. — Я днем была в госпитале. Сестра сказала, что вы спрашивали обо мне. Галина Петровна запнулась. — Полынин подумал, сейчас нас скажут о письме. — Но она не сказала. А потом оказалось, что у нас концерт совсем близко от вас, и политрук согласился завести меня к вам на минуточку. А потом уже в Мурмаск. А товарищ Грицко сказал, что вы позже сами дадите мне машину доехать. Я осталась. Вы дадите мне машину? — Ну вот там предложение машины. — Она чувствовала себя не очень-то ловко. И, кажется, сама не знала, что говорить. — Может, немного погреетесь с мороза и закусите? — спросил Грицко. — С удовольствием. — С удовольствием. — С удовольствием погреюсь и закушу. Я так замерзла и голодна, что мои товарищи остались ужины там. Мне давали концерт, а я сначала просила сразу отвезти меня в Мурманск, а потом уже по дороге уговорила заехать сюда. — Общий следил. — В общем, схитрила. Не очень это умею, но получилось. Вы неприметно довезете меня? — Раз обещано, все, — сказал Грицко. — Не знаю, как в пехоте, а в авиации так. — А вы не ругайте пехоту, — сказала Галина Петровна. — Он сказал, можно здесь убрать. — Вы не ругайте пехоту, они же довезли меня до вас. — А вы не ругайте пехоту, они же довезли меня до вас. — Зачем же ругать? — сказал Грицко. — Напротив, вынесем завтра благодарность с приказом. Подготовлю дам полковнику на подпись. Говоря это, он одновременно выгребал своими длинными руками из-под стола и ставил экола на стол ту одно, ту другое, бутылку спирта, английского джина, что берег от всех пачку галет, банку консервов, полукрок сыра, кольцо копченой колбасы. Привыкши, что Грицко не только ведет их в общее холостое хозяйство, но и не любясь, когда им мешают, полынь не участвовал в приготовлении в ужину, а сидел и помалкивал в своем углу, озабоченно поглядывая на Галину Петровну, бойко болтавшую с Грицко и словно бы забывшую о нем. — Нарошен, что ли, думал он, глядя на нее. Ответ на этот вопрос он получил только когда не выпили. Галина Петровна полстопки, а один с Грицко постопки. И когда закусив четверть у круга колбасы, Грицко заторопился в штаб. Едва за ним закрылась дверь, как лицо Галины Петровны сразу переменилось, на нем снова было усталое и печальное выражение, поразившее Полынина при первой встрече, когда она пела песни. Она сидела неподвижно и очень долго, наверное, несколько минут, ничего не говорила и даже не смотрела на Полынину. — Вот я и приехала к вам, — сказала она. — Вот я и приехала к вам. — Умные женщины так не делают, но я, очевидно, дура. — Ну, скажите же хоть что-нибудь. Я ведь через силу разговаривала, пока был ваш товарищ, а на самом деле мне и совестно, и страшно. — Что было сказать на этом? Полынин понял из ее слов, что написанное в письме — правда, что она любит, и его и приехала за ответом. Поднявшись с места, он подошел к ней, приподнял ее из-за стола за локти, резко обнял и поцеловал губы, продолжая видеть прямо и близко, смотревшие на него не бегающие глаза. Потом снова посадил ее на табуретку и, уже поцеловав ее, но все еще не зная, что ей сказать, стал, не глядя на нее, прихрамывая, ходить взад и вперед по землянке. — Сядьте, вы слышите? — Он еще раз пересек землянку и сел, подумав, что обидел ее. — Но она протянула через стол обе руки, взяла в них его руку и поцеловала его так неожиданно для него, что он даже не успел отдернуть и покраснел от неожиданности и стыда. — Вот так. А вы меня больше не целуете сегодня, согласны? — Он кивнул, все еще не в состоянии заговорить. — И не ходите больше из угла в углу, вы хромаете. — Не обижайтесь за вопрос. Вы не замужем? — Сейчас нет. — Но это тоже уберите, когда мы здесь как бы раньше были. — Сейчас нет. Раньше была. — Два раза. — Два раза. — Вас не насмешила моя карточка? — Почему? — Ну, удивила. — Вы ее не порвали? — Ну, полез в карман гимнастерки, молча выну карточку и положу перед ней на стол. Не было бы жаль. — Это ваше детство. — Мне было бы жаль, если бы вы ее порвали. Это моя самая любимая, поэтому я ее вам оставила. Это карточка — начало всего. И того, что было, и того... Это карточка — начало всего. И того, что потом было, и того, чего так и не было. Только думала, что будет. В это время бы не спросили, была ли я замужем. — Сколько вам было тогда лет? — Столько же, сколько и вам. Восемнадцать. — Вы бы на меня тогда и внимания не обратили. Я еще и в авиашколу не поступал. Работал в оконо вожатыми. Учился на работе. — Наверное, я бы и не обратила. И сама тогда... — Тут ваш детство. — Она стала рассказывать о себе тогдашней, только что приехавшей в Москву из провинции девчонки. Как она сразу училась в театральной студии и работала, и какие маленькие ухищрения приходилось ей делать, чтобы выглядеть хорошо одетой, имея одно платье и две плоски. И как, выпросив одну контрамарку в Амхак, они ухитрялись проходить по ней зайцами вдвоем и втроем. И как она сама масляной краской перекрашивала себе в разные цвета одни и те же старые туфли. И так, потеряв продовольственные карточки, полумесяца говорила подругам, что худеет ради роли. Рассказывая все это, она делалась полунину ближе, чем раньше, потому что ее юность была чем-то похожа на его собственную. Тоже беду над людьми камерами, но зато богатую товарищами прожитую, когда в прикуску, а когда в приглядку, от получки до получки в сухомятку и с недосыпом. Но была тут и разница, которую не мог не заметить. Сам он, когда вспоминал о своей юности, вспоминал о ней просто и весело. Это человек, для которого прошлое было само собой разумевшейся дорогой к настоящему. А настоящее есть как раз то, о чем он в юности думал как о будущем. А Галина Петровна, он это видел, вспоминала о своей юности с каким-то печальным удивлением, как о ступеньках лестницы, которая в конце концов привела ее не туда, куда она думала. Слушая ее, он пытался проникнуть туда за эту печаль, понять, что же произошло с ней, почему у нее все вышло не так, как ей хотелось. Может, она и в самом деле была самая способная, и только по чужой слове ей подсидел кто. Все вышло так, не так, как надо. Бывает и у нас в авиации, одному вершки, а другому корешки. Тут не повезло, а там сорвался и готово. Человек один, а послужной список другой. Может, и у нее так? Он подумал о ее двух замужествах, но расспрашивать не стал. Почувствовала, что она больше не хочет об этом. Ну, вот здесь тоже подбашки. Она встала. Она встала, нагнулась над своим чемоданчиком и открыла его. Чемоданчик был набит ее театральными вещами. Черное платье, в котором она тогда на вечере читала стихи. Какое-то ожерелье, похожее на елочные бусы. Щипцы для завивки. Она порылась в чемодане и досталась одна пачку снимков. «Садитесь рядом», сказала она, подходя к столу. Вот, сказала она, подходя к столу. «Садитесь рядом. Будем смотреть мои фотографии». Полынин пододвинул табуретку, сел рядом с ней. И она стала показывать ему одну за другой свои фотографии, снятые в разные годы и в разных краях. На одних фотографиях она была красивая, на других некрасивая. На одних похожая на себя, на других не похожая. В белокурых париках, совсем менявших ее лицо. Она то говорила ему, как сыграла эти роли. Одну хорошо, другую плохо. То просто спрашивала. Щас, я? Ага, да. Верная и смешная. Верная и смешная тут. То вдруг переворачивала фотографию. Эту не смотрите. Ее вообще давно надо порвать. Вот и все, наконец сказала она. Ну, наконец сказала она. Вот и все. Наверное, потом Илья вас обманула. Сказала, что приехала неожиданно для себя. А фотографии привезла, да? Но я, правда, уже давно положила их в чемодан. И все вожу с собой. Даже в госпиталь двора забрала. Ничего я не подумал. Сказал Полынин и обнял ее за плечи. Но она повела плечом, чтобы он снял руку. Не обнимайте меня сейчас. Все это слишком серьезно. Наверное, даже плохо, что так серьезно. Но так уж вышло. Надо ехать. А ехать не хочется. У вас тепло. А на улице холодно. Слышите, какой ветер. Вот возьмет, да и заметет меня по дороге. И превращусь в сугроб. Такой же, как все остальные. А вы поедете утром мимо и даже не заметите меня. Все это глупости. А теперь скажите правду. Если я сейчас останусь, а я уеду завтра утром, это будет очень неудобно? Если очень неудобно, тогда не надо. Сейчас я распоряжусь. А это действительно удобно? Сейчас я распоряжусь. Вместо ответа повторю, накинул на плечи кожанку и вышел. Ну, вот этот текст. Значит, вы его проработаете. Поработаете. Может, сейчас мы так вот прочитаем, чтобы вы познакомились. Вот так вот, как ваше мнение, так, друзья. Скажите, дайте нам обратную связь. Обратную связь. Текст хороший. Текст хороший. Такая сцена достаточно интересная такая. В общем, тогда мы, значит, это... А вот эту бумагу мне взять? Да, вот эту возьмите бумагу. Ну, вы можете себе там его увеличить как-то там, если что. Я так себе сделаю. Вот, да. Чтобы ваши слова, ваш текст. И самое главное, вы свой текст, значит, вы так проработаете, что вы московская артистка. У вас уже мужество. Я достойно, достойно. А вы будете... Вы знаете текст? Нет, что-то я надо посмотреть. Ну, вы будете... Ну, вы будете... Когда в объятия мои твой стройный стан я заключаю, И речи пылки любви тебе с восторгом расточаю, Безмолвно от стеснённых рук, Освобождая станцию гибкий. Ты отвечаешь, милый друг, В момент недоверчивый язык. Прилежно в память и храня, Измен печальное предание, Ты без участия и внимания Ну и послужишь меня. Кляну... Ах... Единственное, что происходит, Сценическое прочтение, Желательно, чтобы так менять пространство, Занимать всё... Ну, может быть... Всё-таки одно... Посередине ходить как-то это не может... Нет, нет, не посмотри, Катя, Ну, когда прочитали здесь, там, Чтоб же пауза была... А, это да, да. Пережить, так сказать, Вот отсюда, так сказать, прочитать там, Чтобы... Ну, у нас площадки разные, правда, там будут, или... Вот, кстати, на неделе... Нас это разрешило на двери петиции провести В Льва Толстого в этой библиотеке. Вот здесь вот. Надо будет только уточнить, в какие дни Мы там проведём, чтобы в зале-то вы посмотрели зал... А, это шестая линия. Шестая линия, дом какой? Дом... У меня... Вариант 17... Дом 17, да. Дом 17. Или девять... Да... Библиотека Льва Толстого. Так, ещё что... Что мы... Ну, можно ещё... Каков я прежде был, Таков и ныне я, Беспечный, вылюбчивый. Вы знаете, друзья, Могу ли на красоту взирать без обеления, Без робкой нежности и сладкого волнения? Уж мало ли любовь Играла в жизнь... Уж мало ли бился я, Как ястреб молодой, В сетях раскинутых кепридой, Они справлены стократною обидой. Я новым идолам несу свои обиды. Ну, блок. Ну, хорошо, да. Приближается звук, И покорно щемящему звуку Молодеет душа, И во сне прижимает губами Твою милую руку, Не дыша смеется. Снова я мальчик И снова любовь Я враг и бурьян Я в бурьяне колючий шипов И вечерний туман Сквозь цветы и листы И осенние ветки я знаю Старый дом глянет в сердце моё Глянет небо опять розовее От краю до краю. Я кожа твоё Этот голос, он твой И его непонятному звуку Жизнь и горе отдам Хоть во сне Твою прежнюю милую руку Прижимаю губами. Хорошо, да? Хорошо, да? Очень хорошо Очень хорошо Сцена русская вождёт Этот дар у меня есть, я знаю Это хорошо очень, да? Ну, достаточно или ещё что-то? А, слушай Так, а вот может что-то с гитарой Тоже такое покажется? Ну, разве так? Ну, здесь где-то минут на десять так вот Всё, так сказать У нас тоже получается где-то Вопрос, что? Ну, вот уж так Я аж не вижу Вы, так сказать, сами посмотрите Вот сейчас вот Я, как бы, Понятно Есть несколько Ну, что они такое любви? Потому что назовите А, что это любви Ясно, что Я же говорил Романсы, они все о любви Марья Ивановна Потом у нас случай с Полынином о любви Или романсы Или я вот тут посмотрел Свою мере-бакуаре Могу о любви, но На иностранных языках На испанском, французском На иностранных языках На иностранных языках На испанском, на французском А, это моя? А, спасибо Там газета испанская Да Спасибо Вы просто Спасибо А на испанском, конечно, пойте Ну, может быть, сначала по-русски еще По-русски, да Да Это что-то, куда по язык? Немецкий Ангелийский Вы какой? Итальянский Итальянский Итальянский? Вот вы же поете по-итальянски Может быть, кстати, вы это самое Анастасия Ивановна Владимировна же поете Может быть, вы это Может попробуете Да, может попробуете Я послушаю? Послушаю Послушаю Вы тоже бы прошу Я не знаю, ну романс, например, всем известный Извините О, о И нарисована у меня тут это сам Глядя на лук пурпурного заката Стали мы на берегу не львы Вы 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 Выружали мне, промчался без возврата, Тот салатный миг его забыли вы. Выружали мне, промчался без возврата, Тот салатный миг его забыли вы. Но это дальнего до конца. Ну вот, попробую такую песню православных. Так, Дорогой Испанский. Посмотрите, посмотри, начало. Хорошо. Если не поймете, посмотри, ты играй, ты черт. Играй, ты черт. Когда сидишь на сцене, днем, то, по-моему, Играй, ты черт. Если не поймете, то я не знаю, что ты черт. КОНЕЦ Если я иногда смотрю на тебя, и ты видишь, что мои глаза влажны, не думаешь, что я думаю о тебя, а я тебе думаю, это просто я так смею, лишь это слезы, я так смею. Прекрасно, прекрасно. Ну вот, это вы, наверное, все знаете, мелодию, во всяком случае, знаете. Все-таки на публике слаждая игра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну как, говорят, что это дуэт? Нет? Ну, давайте по-итальянски спою до Насти. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Хорошо Демократил DimaTorzok Видео поддержку DimaTorzok Да. Приятно Да. Тогда Ладно буду пить в комфорде. Да. Да. Ну знаете, вы там не последняяекда. Прекрасно, просто спросите. Ну давай мы ещё разочек в вашу пройдём. И тогда мы сегодня поедем. Тогда мы, если мы хотим к питьи? Продолжение следует...